Один раз в два года в Буе проводится межрегиональный фестиваль-конкурс детских творческих коллективов и исполнителей «Юные таланты малых городов». В этом году он стал девятым по счету и собрал более 250 участников из детских музыкальных и художественных школ, детских школ искусств Костромской, Ярославской и Вологодской областей. Организаторами конкурса являются отдел культуры молодежи и спорта, администрации городского округа «Город Буй» и Буйский областной колледж искусств. Конкурсные испытания проходили одновременно на нескольких площадках – в Буйском областном колледже искусств, Доме детского творчества, детской музыкальной школе, социально-культурном центре «Луч» в Краеведческом музее имени Тамары Васильевны Ольховик. Он проводился и каждый год, но потом в целях того, чтобы более качественно велась подготовка участников к конкурсу, чтобы у них имелась возможность подготовки, конкурс был немножко переформатирован, стал проводиться один раз в два года. Много учреждений культуры, помимо тех, кто прописан в положении, задействованы в организации этого конкурса, это и культурно-досуговое учреждение, в первую очередь социально-культурный центр «Луч», который основную работу по подготовке конкурса проделал. Это детская музыкальная школа, детская художественная школа, конкурсные отборы, прослушивание номинаций также проходят у нас в Вуйском Краеведческом музее, в Доме детского творчества. И, конечно, в качестве помощников для проведения конкурса у нас привлечены работники практически всех учреждений, которые подведомственны нашему отделу, это и культуры учреждения, и молодежные сферы. Выступление в различных номинациях и возрастных группах оценивало компетентное жюри. Для нас большая ответственность принимать такое количество талантливых юных музыкантов, юных художников, их наставников, поэтому проделана достаточно большая работа по составлению удобного для всех графика, определению помещений, как я уже говорила, их подготовке к проведению конкурса, большая работа по формированию состава жюри. Для нас очень важно, чтобы это были действительно очень профессиональные в своем деле люди. И мы очень рады, что у нас большая часть жюри уже не первый год работает на нашем конкурсе, что они могут отмечать, как растет мастерство участников, имеют возможность. То есть они уже относятся к этому конкурсу с определенной, скажем так, любовью. Практически вот в номинации музыкальное искусство по видам инструментов сформирован состав жюри. В каждом состав мы подбирали так, чтобы это были действительно люди, имеющие большой преподавательский опыт, и кто-то исполнительский опыт, и большие заслуги. То есть люди опытные, профессиональные. Юные исполнители продемонстрировали свои таланты в игре на баяне и аккордеоне, фортепиано, духовых инструментах, домбре и балалайке, гитаре, в инструментальных ансамблях, в вокале, в народном и академическом пении, сольно и в ансамблях. В номинации «Художественное творчество» работы на конкурс были присланы заранее, и в день проведения конкурса победители, призеры и участники были награждены одними из первых. Конкурс чудесный, и с каждым годом все больше и больше работ, они все лучше и лучше. Я так думаю, что, наверное, скоро придется еще один зал строить, потому что здесь же места становится мало. И, в общем-то, так, держать молодцы, большие молодцы. С такой душой рисовали, с такой душой живопись написана. Члены комиссии получили огромное удовольствие от этой выставки, от работы на ней. Большое спасибо вам. Я рисую 7 лет. Мама привела в художественную школу, и с тех лет все завязалось. В какой момент у тебя появляется желание рисовать? Когда хорошее настроение, когда за окном дождь, и хочется создать более уютную обстановку. А об этом конкурсе, как ты о нем узнала, ты теперь уже в нем поучаствовать? Мой преподаватель. Голунова Виктория Владимировна. Кто тебе предложил поучаствовать в конкурсе? Наталья Валерьевна. Наталья Валерьевна. А что за конкурс? Можешь рассказать, что нужно было нарисовать? Надо было нарисовать буратино, театр буратино. Театр буратино надо было нарисовать. Сначала я рисовала на листочке, как у меня оно будет. Потом я рисовала на большом листочке. Потом это все обклеивала. Угу. То есть нужно было еще и обклеить. Сколько примерно времени заняло у тебя все это? Целая каникулу занималась этим. Не жалко было каникулу тебе? Какие ощущения ты победила? Хорошие. Кто тебя пришел поддержать сегодня? Для участников, а это учащиеся 20 школ дополнительного образования трех регионов, было организовано питание. Кроме этого, они познакомились с творчеством своих сверстников из других областей. После завершения конкурсной программы музыкантов, церемония награждения состоялась в социально-культурном центре «Луч», где участников, педагогов и судейства приветствовали организаторы мероприятия. Дорогие ребята, участники конкурса, дорогие преподаватели, уважаемые жюри, у вас сегодня действительно был непростой, но все-таки, наверное, очень радостный день. И радостно осознавать, и почетно очень, что Буйский колледж искусств был одной из площадок, на которой совершалось конкурсное прослушивание. Сегодня, может быть, не все станут призерами. Но я думаю, что это не страшно, потому что вы уже все музыканты, вы сегодня это доказали. И желаю вам дальнейших побед, роста, успехов. И приезжайте к нам еще раз. Спасибо. Председатели жюри в различных номинациях поделились впечатлениями и поздравили участников и их наставников с праздником музыки. Дорогие участники, дорогие конкурсанты, я хочу поздравить всех, кто играл сегодня на пункте, в нашем зале, в пуске, в поле, в жире, в хорошем зале, в хорошем акустике, на хорошем гоняне. Все выступили достойно, провалов не было. Все показали, все на что происходит. Подготовка была очень тщательная. Не все стали призерами. Что такое? Ответил директор школы сеть, показали, что это уже музыканты, что они уже знают, что хотят сказать. И говорят, что это без полной ответственности. Я всех поздравляю. Я поздравляю всех участников номинации «Духовые инструменты». Они большие молодцы. Все старались, играли с душой. Я поздравляю также родителей, педагогов, концертминистеров. Пожелаю участникам удачи в дальнейшем конкурсе. Я хочу сказать спасибо устроителям, организаторам этого конкурса. Потому что на этом конкурсе выявляются новые таланты, которые в дальнейшем связывают судьбу свою. С профессией артист, педагог. И поэтому желаю всем встретиться через год в том же составе, только многие из вас будут в других возрастных группах или категориях. Уважаемый организатор, я очень рада присутствовать снова в этом зале и в этом городе. Мне очень приятно. Конкурс проводится девятый раз, а я, наверное, восьмой. Такой долгожитель. Чему я чрезвычайно рада. Хочу сказать большое спасибо и большой поклон всем преподавателям, которые подготовили таких замечательных детей. Потому что труд педагога – это тяжелый и тяжкий труд. Здесь нужно очень большое терпение. Спасибо и большой вам поклон. Разрешите мне от меня лично и от состава жюри боевистов и аккорианистов поздравить участников и подчеркнуть то, что уровень не только не становится ниже, а уровень творчества детей, исполнителей на боевом и аккорионе, корректный от конкурса к конкурсу. Также можно отметить и ансамбли, которые сегодня участвовали. Их достаточно многочисленное количество. Ну, естественно, не все являются победителями, но и побежденных в этом конкурсе я считаю нет. Говорят, в глубинке рождается много самородков. Подобные конкурсы помогают их заметить и помочь ярко проявить творческие способности, развить их и, возможно, уже с самого детства определиться с выбором дальнейшего пути, с выбором профессии. Не из каждого малого города ребята могут попасть на конкурсы в большие города. Для многих очень важно участие в этом престижном конкурсе тоже в малом городе Буе. Субтитры создавал DimaTorzok